Добрый вечер, наши соотечественники! Добрый вечер, наши земляки! Добрый вечер, наши дорогие бухарцы! Разрешите от вашего имени передать правильный привет всем гостям сегодняшнего нашего торжества, которые прибыли из Израиля, Канады, Австрии, Узбекистана, Германии и других частей света. И кто хотел, но не смог приехать? Разрешите от вашего имени поприветствовать нашего президента Всемирного конгресса бухарских евреев Левелеваева, президента США и Канады Бориса Кандова. Разрешите от имени вас всех поприветствовать всех членов общины города Бухарей во главе его президента Авраам Исакова, во главе Равинов, Сеонова, Арона и Мататова, Гавриэля и всех жителей города Бухарей. Разрешите от вашего имени наш пламенный привет передать хокимам Бухарской области Самоидин Касимовичу Хусенову, городскому хокиму Феомидин Кахаревичу Рустамову и нашему другу, самому близкому нашему товарищу, бывшему хокиму области Камалу Карим Джамаловичу. Разрешите приветствовать почетного президента фонда Бухара Аба Ибрагимова и первого президента культурного центра бухарских евреев города Бухарей, Амун Ашуровича Якубова. Этот вечер, который мы сегодня с вами собрались, называется вечер фонрезинг, проводится по решению фондов Бухара Израиль. Можем назвать этот вечер фонрезинг, можем назвать вечером встречи, можем назвать вечером знакомств и можем назвать вечером трех или четырех поколений. Дорогие друзья, сегодня мы проводим этот вечер в столице мира, в Нью-Йорке, в Квинсе, в ресторане Кинг-Девит, хозяином которого является Аба Шакаров, пожалуйста. Альберт Шакаров и Артур Шакаров. Бошан Абарая Агаджанова, это все сыновья и внуки Рахмады, Артур Шакаров и Кавсарбос, который долгое время очень много работал, силы все свои отдал нашему кладбищу в городе Бухаре. Очень много он сделал для нашей общины и для города нашей Бухарей. Дай Бог процветания вашему ресторану, дай Бог здоровья Рая Агаджанова, художник Рахмад Караваша Акария, дай Бог, что вы являетесь продолжателем его дел. И сегодня, в такой красивый момент, у нас в гостях находится Авром Калмасов. Его дед, дед Джурабек Бабабеков и его с двумя его братьями, очень долгое время они работали у нас на кладбище и очень добросовестную работу вели. Почему они были раньше Бабабековыми, потом стали Талмасовыми, это потом Авром сам вам объяснит в конце нашей беседы. Еще раз разрешите вас всех поприветствовать и очередное слово передать нашему президенту фонда Бухаро, доктору-тантисту Гавриэлю Юсупову. Пожалуйста, Гавриэлю Юсупову. Рахмад, спасибо. Сегодня такой день, день, который должен остаться в памяти каждого из нас. Мы пришли сегодня отметить, то есть сделать митсву, которая и не покупается, которая не продается, которая не прячется никуда, она всегда будет вместе с нами. Ту митсву, которую нужно сделать и закончить, она действительно стоит всего. Сегодня мы сделаем все для того, чтобы начатое было закончено. Я хочу поблагодарить судьбе, что сегодня в этот день судьба не только мне, всем нам предоставила сделать, которое было начато еще нашими предками. Я заметил одно, что до этого еще никто этого не делал. До этого только начинали, но на каком-то этапе были какие-то помехи, то государство не давало, то еще что-то выходило. И сегодня, именно нашему поколению пришлось все это взять на себя и исполнить то, которое было начато когда-то. И которое завтра, завтра, это будет оставлено нами. Сегодня этот день надо держать крепко, потому что сегодняшний день будет давать результаты. Завтра уже будет поздно, а послезавтра уже это никому не нужно. Послезавтра, когда уже человек придет туда и посмотрит, и скажет, что была такая митсва сделана, я бы мог ее сделать сегодня, тогда еще, но я ее не сделал. Чтобы потом завтра не было обидно за то, что можно будет сделать сегодня. Я хочу поблагодарить своих соотечественников, что сегодня они пришли поддержать нас, что они всегда поддерживают нас, всегда вместе с нами. У Истоков, когда мы начинали эту работу, всегда была молодежь вместе с нами. Я хочу выделить два человека, которые действительно были опорой этого фонда. Как вот есть мост, по которому проходят люди, которые трансформируют информацию с одного места на другое место. Одним мостом является Борис Антонович Бабаев, которому я хочу сказать ему спасибо, а второй мост это является Али Хаимов. Вот эти два человека были сильная опора фонды Бухаран. Я хочу поблагодарить не только их, но и еще поблагодарить членов фонда Бухаран. Это Миша Кандова, это Исхакова Григория Исуповича, это Якубова, Маркела, Исаак Маркеловича, это Йосиф Михайловича, это Катанова, Шакарова, Саша Мататов, нашего Рабая, Рабая Мурдахая, который всегда был с нами, который давал советами, Рабая Исхака Абрамова, который я знаю с детства, которого действительно, это человек уникальный, который умеет терпеть, который может ставить людей на правильное место. Очень было много дебатов, очень много было разговоров, споров. Якуб Абрамов, который был кассир, тоже очень много помогал нам. Так что я хочу, еще кого-то я не назвал, я прошу прощения, потому что не всех запомнит человек. Человеческое настроение само такое, что не все, это склад ума такое, что не может все запомнить. Передачи всех перечислить. Так что сегодняшний день, это наш день, давайте будем этому дню относиться так, как действительно нужно. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы сейчас с вами все будем свидетелями того, мы очень много говорим о крупномасштабных строительных работах, которые проводятся на кладбище города Бухаре, по требованию нашего хокима области, хокима городу и по нашему заказу. Мы сделали фильм про эту работу, которая проводится в течение двух-трех лет. Строительство было начато семь месяцев назад, и мы посмотрели за семь лет, какая работа была проведена под руководством молодежи, которые проживают в Израиле и в Америке. Вся молодежь, которая руководит этим строительством, они отдавают душу свою, все силы и энергии руководят этой работой. Игорь Машеев, который в течение семи месяцев уже поселился в Бухаресте, Израиле, он живет там жизнью бухарцев и руководит этим строительством. Прошу ваше внимание, операторов, прошу включить кино. Спасибо за внимание. В наших гостях находится Роман Кайков с телевидения «Кайков ТВ», который очень большую работу тоже делает для нашего фонда. Вы все были свидетелями, что уже несколько раз в нашем интервью работников фонда было показано «Кайков ТВ». Он хочет сказать несколько слов от имени телевидения «Кайков ТВ». Пожалуйста, Роман. Добрый вечер всем, дамы и господа. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Роман Кайков. Я думаю, вы все знакомы с «Кайков ТВ». И являясь продюсером «Кайков ТВ», я думаю, вы счастливые люди, потому что у вас есть такой фонд, у которого имя «Фонд Бухара». Я думаю, мы все, даже если я, например, там, с Ташкента, то же самое Узбекистан, или другие ребята, с Самаркан, или еще откуда, все равно наши все корни происходят оттуда. Как бы мы хотели, нет. Сегодня, кроме того, что мы подготовили передачу, которая уже была показана не раз по нашему телевидению, я бы хотел вручить вице-президенту Борису Бабаеву вот здесь вот 30 DVD-дисков, которые он будет вручать почетным гостям из Австрии, Израиля, Бухары и тому подобное. Еще раз вас всех поздравляю. И я считаю, что то, что вы делаете сегодня, президенту, вице-президенту, всем вам, я считаю, то, что вы делаете сегодня, это принесет большие плоды, и вы показываете будущему поколению, как нужно себя вести, как нужно держать память о тех, которых нет сегодня рядом с нами. Хорошего вам вечера, и дай Бог, чтобы этот фан-рейзинг остался у всех в памяти. Всего вам хорошего. Большое вам спасибо от имени фонда Бухара. Я желаю процветания вашему телевидению, чтобы вы не только часовые передачи видели, но и суточные передачи видели. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.